Влияние в принятии христианства на русскую культуру. Первое. Изменение нравов. Христианство внесло милосердие. Стало развивать чувство милосердного сострадательного отношения к ближнему, к больным, к престарелым, детям. Что у язычников считалось нормой умерщвлять больных младенцев. Если рождаются больные младенцы, их сразу умерщвляли. Это этик тогдашний языческий допускал. Старых больных немощных тоже могли предавать смерти. Как ненужный элемент. Тоже не возбранялось. Это общественное мнение так считало. Похищение девиц тоже было нормой в языческом обществе. Без всякого договора со стороны самой невесты, родителей ее и так далее. После принятия христианства вот эти обычаи стали исчезать. Для заключения брака согласие уже требовалось, симпатия взаимная, любовь, а не просто похищение. К младенцам, к старым по-другому стали относиться. Коньячу Владимиру очень понравились заповеди блаженства. Что он любил, чтобы ему читали священники. Нагорную проповедь, которая начиналась с заповедей блаженства. И более всего заповедь о милосердных. Блаженно-милостивые, ибо они помилованы будут. По его инициативе предпринимались даже такие акции, как мы их сейчас называем, благотворительные. Да, он открывал двери своего княжества двора в определенные дни. Для всех нуждающихся могли прийти, как мы сейчас говорим, за гуманитарным комплектом. Получить гуманитарку во дворе князя Владимира. Если кто не мог сам прийти по болезни, по старости, к тем направлялись специальные обозы. Телеги, круженные рыбой, хлебом, мясом. Ехали они по улицам Киева. На передней телеге стоял в глашатой и кричал «Где тут больной? Где тут нищий? Или нуждающийся? Выходи!» Одна такая очень острая проблема возникла в связи с тем, что вокруг Киева стали умножаться разбойники. Киев же лесами окружен, да. Князю докладывают постоянно. Князь, разбойники умножаются. Почему не наказываешь их? Боюсь греха. Написано же в новом завете «Не мстите за себя! Не убивайте! Как я могу пойти на это?» Возник такая сложная ситуация возникла. Как быть? Бандформирование увеличивается, против них никаких мер не принимают. И тогда был созван Совет Старейшин, опять, куда пригласили представителей духовенства. И те прочитали князю 13 главу послания Кремлина. Ссылку такую сделали. Что ты, князь, поставлен от Бога для того, чтобы наказывать злых и поощрять делающих добро. То есть, как государственное лицо, ты имеешь право применять силу. Насилие имеешь право применять. Такое право дано тебе Богом. И ты, в данном случае, Божий слуга, тебе меч дам, чтобы наказывать злых и поощрять добродетельных, поощрять добро. После этого стали применять меры к нарушителям, к преступникам. Но с одним нововведением. После расследования самосуд был отменен. То, что тоже был свойственным языческому обществу. Толпа могла просто кого-то там растерзать. Под влиянием таких стихийных чувств, настроений. В данный момент был отменен самосуд и введено в исследование каждого конкретного случая. Индивидуальный подход стал применяться. Грамотности просвещений стали развиваться после введения христианства. При храмах и при монастырях стали открываться школы. Общеобразовательные школы. Там, конечно, преподавался закон Божий, библейские истины. И в то же время другие предметы. Ну, вы, наверное, читали о том, что население с большой неохотой отдавало детей в эти школы. Это была новинка, новаторство. И родители даже плакали о своих детях, что у них вот забирают детей для обучения. Это что-то сходное с сегодняшним, не то же, как христианское учебное заведение. Там преподавают свитские дисциплины. И, значит, какие-то, как бы, образные, там, когда-то благословские, то есть какие-то основы такие вот. В Москве есть Рахим, американский христианский институт. Может, это сходное было в то время? Да, было. Вот истоки такие древние. Духовное и общее просвещение славянских народов ускорили труды уже упомянутых вами Кирилла и Мефодия. Вообще-то были греческие миссионеры. Они изобретают азбуку для того, чтобы переводить книги Священного Писания на славянский язык. Они перевели часть книг Библии. И эти книги пошли в толщу народа, доходили до каких-то кругов и слоев народных. Это была такая мощная струя духовного просвещения. В это время наступает расцвет проповеди. Расцвет, если можем так сказать, отечественной проповеди. На начальном этапе были греческие священнослужители, греческие епископы, митрополиты. Потом начинают свои на арену подниматься проповедники. В нашей истории, в истории культуры отечественной, есть такой памятник проповеднический, литературный, художественный. Это так называемое слово о законе и благодати. Слово о законе и благодати. Это проповедь. Это жанр проповеди. Эта проповедь была составлена первым русским митрополитом. Первым митрополитом из русских. Иларионом. Иларионом. Слово о законе. Да, слово о законе и благодати. По какому? Это одиннадцатый век. Одиннадцатый век. У меня сейчас под рукой нет этого текста. Но вы при желании можете найти его в любом издании, в любом светском издании. По даже не православном. Есть вот истории древнерусской литературы. Там памятники литературы древней России. И там почти нет расхождения с библейским учением. Соотношение закона и благодати, что разобраны на таком уровне, на хорошем благословском уровне. С таким поэтическим языком, с применением поэтического языка, художественного языка. Это шедевр. Шедевр проповеди, шедевр духовной таблицистики. И в этой короткой проповеди все сконцентрировано. Душа и Бог, Россия и Европа, Вселенная и древнерусская земля. Все это сконцентрировано, сфокусировано в одном небольшом тексте. Для этого это, в общем-то, руку он к такому произведению мог приложить, можно сказать, человеку такого гениального ума и одаренности духовной. Это все положительные факторы. Но нельзя сбрасывать со счетов и отрицательный шлейф. Мы тоже должны упоминать об этом, знать, чтобы сохранять определенный, объективный подход к истории, к историческим процессам. Какие же эти факты отрицательные? Ну, во-первых, двоеверие. Это то, что до наших времен нашло. Двоеверие особенно проявляется в народном православии, особенно свойственен народному православию. Двоеверие – это смесь, смесь элементов христианства с языческим суеверием. Языческие суеверия перемешаны с каким-то элементом христианства. Заговоры там, заклинания – это было свойственным язычникам. И такой же вот подход к молитве. Украли у кого-то что-то. Бабушка православная говорит – читай псалмы проклятия. Бог этого человек найдет. Начинаю читать псалмы проклятия. Вот подход к Писанию, к молитве такой языческий, заклинательный. Как в Самарии. Да, или вот там заболела нога, что-то такое. Читай там, заговор такой. Отчитать. Да, отчитать. Отчитать надо. Один современный историк, православный, между прочим, высказал такое мнение, что трагедия современной России состоит в том, что русская православная церковь так и не смогла освободиться от язычества. До сих пор не смогла освободиться от язычества. И это, в общем-то, он связывает с судьбой всей России. Не просто судьбой церкви, а с народом по-российски. Язычество. Наслоения языческие очень сильные. Второй фактор отрицательный – симфония. Ну, симфония – не библейский справочник и не музыкальное произведение. Симфония – значит согласие, созвучие, да? Согласие и созвучие между церковью и государством. Тесный союз. Церковь и государство. Церковь и государство стлились в одно целое. Это традиция греческая, византийская. В византийском православии такое смыкание произошло. И оно потом внедрилось в Россию. Но если смотреть на Запад, тогда, можно сказать, что и там тоже такое не было слияние церковь. Безусловно, да-да-да. А почему-то там ситуация несколько другая, чем у нас. Да, там было даже ворот в другую сторону. Давление священства. Там римские папы на Западе, они часто выполняли функции правителей. Начинали там войска посылать в ту или другую сторону, войну объявлять, войну отменять. Брали в свои руки образы такого политического правления. На востоке, в Византии, наоборот. Там царь, да, государство вдавляло над церковью. Церковь была в полном подчинении от государства. Это Петра Первого, да, Петра Первого? Что? Это конкретное давление на церковь. Он же ставил... Он отменил патриаршество, внедрил должность оберпрокурора в Святейшем Семене. Да, мы об этом скажем, мы будем говорить. И таким образом стало формироваться такое казенно-бюрократическое христианство, казенно-бюрократическое православие, духовенство, что, в общем-то, приводило к духовным кризисам, к духовным застоям, к выражениям. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Россия после принятия христианства смогла оторваться от языческой Азии, от мусульманской и от языческой Азии, сделать некоторый отрыв. В развитии? Да, в развитии, в культурном и... Это пятый фактор, да? В духовном отношении. Это пятый фактор, который добавился. Да, можно добавить вхождение в мир европейских народов. И, кстати, в проповеди Илариона «Слово, законе, благодать» там эта мысль тоже присутствует. Что Русь теперь наравне с другими странами славит Троицу и поклоняется Единому Богу. Русь теперь ведома и слышима во всех концах земли. Еще один положительный фактор можно добавить – это развитие христианского миротворчества. В ту эпоху, как мы с вами знаем, Русь постоянно сотрясали междоусобицы. Князья, да, друг с другом воевали, враждовали. А представители церкви старались мирить князей. Призывали к миру, к согласию, к компромиссу. Это внутри страны. И в международных отношениях тоже роль служителя церкви была такой весомой. Для того, чтобы наладить нормальные дипломатические отношения с каким-то государством, иногда в качестве дипломатов посылали священников. Почему? Потому что если обычного человека в качестве посла куда-то направляли, его могли избить, могли убить, могли даже лишить жизни. Это тоже было фактором таким естественным в международных отношениях. А если в качестве дипломата направлялись священнослужители, к нему уже с большим почтением, с большим уважением относились. И с ним уже не могли таким жестоким образом расправиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok